Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. В Цивильском районе подвели итоги социально-экономического развития. Глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с трудовыми династиями. Никто не забыт. В Чебоксарах открыли две мемориальные доски, пропавшим без вести в Афганистане. Фейерверк чувств. Российский турнир по спортивным танцам прошел в Чебоксарах в день всех влюбленных. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России. В совещании, которое прошло в Нижнем Новгороде, участвовали полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, руководители регионов и представители федеральных и региональных органов власти. В Нижнем Новгороде работает наша съемочная группа. Вот что передает по телефону наш корреспондент Анастасия Алексеева. В городах с численностью более 200 тысяч человек, таких как Чебоксары, до 30% общего количества единиц техники. А в городах и населенных пунктах с меньшим количеством населения до 10%. Основная проблема регионов в недостатке инфраструктуры и сервиса по обслуживанию газомоторных двигателей. Михаил Бабич в своем выступлении отметил Чувашскую республику в числе регионов, которые предусмотрели строительство газонаполнительных компрессорных станций. На самом деле в Чувашии государственной программой развития транспортной системы Чувашской республики на 2013-2020 годы предусмотрено строительство пяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Муниципалитеты республики подводят итоги социально-экономического развития за 2015 год. Совещание на эту тему состоялось в Цивильском районе. Встречи в районах стали традиционными. Благодаря им укрепляется обратная связь с жителями республики. С одной стороны уменьшается количество неверных управленческих решений, а с другой увеличивается число предложений и инициатив по развитию района. Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях непростой экономической ситуации выходит на первый план. Это очень хорошо понимают на федеральном уровне. У вас предпринимательство очень сильно получило развитие за последние годы. И сейчас мы встречались и два дня здесь работал руководитель федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Отобрали проекты, но здесь отбирается очень высокотехнологичное производство. Филиал ООО «Авангард» «Цивильский бекон» – одно из наиболее успешных предприятий. Это многоотрасливое сельскохозяйственное предприятие, в котором успешно совмещают два направления – растениеводство и животноводство. Свинокомплекс спроектирован в соответствии с западноевропейскими стандартами. Благодаря высокотехнологичному оборудованию предприятию удается сократить эксплуатационные затраты. При этом высочайшее качество продукции позволяет успешно конкурировать на рынках страны. Предприятие уже вовсю готовится к весеннеполевым работам. Вся техника у нас уже до Нового года была подготовлена к проведению весеннеполевых работ. Всего здесь находится 19 единиц техники. Весеннеполевые работы мы можем фактически провести в течение недели. Для этого имеется весь комплекс техники. Кроме этого, имеется достаточное количество минеральных удобрений. Нам необходимо, чтобы получить высокий урожай, примерно 450 тонн. Они сегодня уже привезены. У предприятия есть своя стратегия развития. Здесь планируют еще увеличить пассивные площади, чтобы закрыть потребность в зерне. Бюджет Цивильского района исполнен на 99%. А в бюджеты муниципальных образований района собственных доходов поступило на 3% больше запланированного. В 2015 году в Цивильском районе построено три ФАПа. Введено в эксплуатацию после капитального ремонта детское отделение Центральной районной больницы. Район – один из лучших в республике по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Михаил Игнатьев нашел время встретиться с трудовыми династиями – Атмановых, Анисимовых и Смирновых. В год человека труда очень важно привлечь внимание к каждой профессии. Когда молодые люди увидят, какого уважения и признания добиваются настоящие мастера своего дела, тогда можно будет говорить о рабочем престиже. Стаж работы у меня 40 лет. Всего у нас 618 лет. Идет из четырех поколений. Начиналось от проб бабушки. У нас вообще профессия связана с сельским хозяйством. Трактористы, комбайнеры, рабочие, скотники. Сейчас нашу династию продолжит мой сын. Он работает в хозяйстве «Колос» инженером, механиком. Глава Чувашии вручил награды лучшим работникам района. А молодежи – свидетельство о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. О государственных и муниципальных закупках, возможных чрезвычайных ситуациях говорили на еженедельном совещании руководители органов власти Чувашии. Организации, которые будут строить и ремонтировать дороги, дома, детские сады и школы в соответствии с законодательством определяются с помощью аукционов. На электронных торгах также выбирают поставщиков необходимых товаров и исполнителей различных услуг. В 2015 году органы власти всех уровней разместили на торговых площадках информацию о закупках на сумму 21 миллиард рублей. Практически все аукционы правительства республики отслеживает с целью проверки эффективности использования бюджетных средств. Правда, есть торги, которые не контролируются. Постоянно не контролируются. Это, как правило, закупки продуктов питания, в школах, в детских садах, в канцелярские принадлежности. Вот по ним, к сожалению, сегодня муниципальные органы власти пользуются, как правило, закупаются у единственного поставщика. Кто больше всего проводит неконкурентными, это Красночатайский, Батринский, Брестский, Алатринский, Цивильский район, Маргаушский район. Это больше 50%, почти 60% всех закупок они проводят неконкурентным способом. Проверять такие закупки на предмет коррупции сложно, так как необходима жалоба. А жалоб порой не бывает. Иногда закупки носят высокую бюджетную эффективность, когда запрашивают одну цену, а останавливаются на другой, намного ниже. Это тоже неправильный подход к организации аукциона. Высокая бюджетная эффективность, она, в принципе, особо ничего хорошего не говорит. То есть, если, ну, как и обратное, если высокая бюджетная эффективность, значит, оценку рынка произвели достаточно некачественно. По данным Минэкономразвития, такие результаты торгов были выявлены в Госком имуществе, Госжилинспекции и Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. Чтобы такого было меньше, Министерство экономики регулярно проводит семинары, на которых объясняет, как надо формировать бюджетную заявку. Последняя законодательная новелла – значительную часть услуг и работ теперь могут выполнять субъекты малого и среднего бизнеса. Руководитель ГКЧС Вениамин Петров рассказал, что в республике уже два месяца действует специальная программа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. За это время снизилось количество пожаров и аварий. Но расслабляться не стоит. Основные причины на сегодняшний день больше всего – это нарушение правил установки и эксплуатации печей, 47 пожаров или 26,2%. Следующее – нарушение правил установки электрооборудования, 25%, 45% пожаров. Неосторожное обращение с огнем – тоже 45, пожаров 25%. Растет уже и в прошлом году, и в этом году количество пожаров, возникающие на автотранспорте. На этой неделе синоптики опять обещают оттепель и дожди. В связи с этим председатель кабинета министров Иван Маторин обратился к руководству столицы проверить состояние пешеходных дорог. Очень скользко. Перепады температуры оставляют последствия. Днем тает, вечером морозит. Но это требует усилий сотрудников управляющих компаний, дорожных служб города. Работу в этом направлении проводили. Сегодня еще раз обозначили это на городской планерке. Поставили задачу управляющим компаниям проводить подсыпку. Вместе с компаниями обработку пешеходных дорожек должны проводить и учреждения, за которыми закреплены территории. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Новочебоксарское жилищно-коммунальное хозяйство продолжают проверять. Напомним, две недели назад на ежедельном совещании у главы Чувашии был обозначен ряд проблем, возникших в этой сфере. Резко возросла задолженность за потребленный ресурс, а жители нескольких домов получают двойные квитанции. Комитентные органы проверили платежную дисциплину управляющих компаний Новочебоксарска. Если год назад задолженность составляла 68 миллионов, то на 1 января 2016 года она выросла до 99 миллионов. В госжиминспекции Чувашии на основании обращения филиала МРИЭЛ и Чувашии ПАО Т-Плюс проведена проверка соблюдения МУП УК ЖКХ города Чуваксарска условий договора управления многоквартирными домами в части осуществления расчетов за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения. В проверке установлено, что муниципальное предприятие в период с 1 августа 2015 года по 31 января 2016 года не перечислило решительство собжающей организации, собранное с населения денежные средства на сумму 16 миллионов 157 тысяч рублей и допустило увеличение задолженности за тепловую энергию на 21 миллион рублей 41 тысяча рублей. В целях устранения выявленных нарушений управляющей компанией выдано предписание и возбуждено административное дело о привлечении МУП к ответственности. 12 февраля в отношении должностного лица директора МУП УК ЖКХ Асанова составлен административный протокол. Все до копейки 16 миллионов были расходованы на работу управляющей компании. Я думаю, что это на сегодняшний момент, будем говорить, с одной стороны, наша недоработка, а с другой стороны, разделение МУП УК ЖКХ с ООО УК ЖКХ, которое произошло, я вот еще раз хочу просто сказать, что в сентябре, в октябре месяце, для этого необходимо разделить баланс, разделить все необходимое для того, чтобы частное предприятие не зависело от МУПа. Мы это все сделали и мы движемся по своим направлениям. Меня даже больше волнует, в общем-то, если МУП это наше предприятие, мы с ним тоже точно так же будем работать и с другими. Но вот частные предприятия, которые долги сегодня растут точно таким уже в составе, особенно те предприятия, которые вышли из Налэка, вот с ними будем решать вопрос. Один совет был очень хороший о том, что, чтобы прекратить вот эти все вещи, необходимо, наверное, ликвидировать эти управляющие компании. Исполняющий обязанности руководителя госжилы инспекции Владимир Кочетков рассказал, во время проверок управляющих компаний выяснилось, что задолженность более чем в 20 миллионов не была перечислена ресурсоснабжающей организации. А в одном из домов по улице Жени Крутова без проведения собрания собственников жилья завышена плата за содержание и ремонт общего имущества. Сейчас Роспотребнадзор и госжилы инспекция проводят свои проверки решать вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Создали и комиссию по сбору платежей. Если на сегодняшний момент, когда говорят, что 91 миллион должны, то нам должно население 120 миллионов. Председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин рекомендовал госжилы инспекции жестче вести себя по отношению управляющих компаний-должников и в случае необходимости лишать их лицензии, а не решать свои проблемы за счет жителей. Мы сами не выполняем свои договоренности. Все обвиняли коммунальные технологии плохие, перешли на прямые договора с Т-плюс. Вроде бы должна усилиться дисциплина, плохой компании нет, а мы наблюдаем такой же бардак. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. 15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана. Спустя годы в Чебоксарах по улице Энергетиков и Эгерскому бульвару открыли две мемориальные доски в честь без вести пропавших солдат. Участников военных действий в Афганистане. В Афганистане погибли 115 солдат из Чувашии, четверо пропали без вести. Имена погибших увековечены в Мемориальном парке Победы. Про остальных помнят только их сослуживцы. Так не должно быть. Решили в Союзе ветеранов Афганистана. И установили две мемориальные доски на дома, где жили Владимир Шипеев и Владимир Васильев. Без вести пропали у нас ребята, которые выполняли боевую задачу. Кто-то стоял на посту на боевом охранении, кто-то выполнял боевую задачу. Скорее всего, были еще живые и ранены. Их или унесли, или они погибли. То есть неизвестно про них вообще судьба. Поэтому мы и говорим, что они без вести пропавшие. До сих пор про них абсолютно точных данных никаких нет. Нету ни могил у этих ребят, нету ни справки о том, что они погибли. Теперь о мужестве этих ребят будут помнить не только близкие и друзья. 14 февраля на 94-м году скончался член Союза журналистов и Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Чувашской республики, заслуженный профессор Чувашского государственного университета имени Ульянова. Иван Яковлевич Стенюшев. Иван Яковлевич родился в 1923 году в Батаревском районе. Закончил Батаревское педагогическое училище. Работал учителем Янтиковской начальной и семилетней школы в Яльчихском районе. В 1942 году 19-летним юношей ушел на фронт. Был трижды ранен. День победы встретил в Будапеште. Свою карьеру в качестве журналиста Иван Яковлевич Стенюшев начал в Батаревской районной газете. А после того, как получил образование журналиста, преподавал в Чувашском госуниверситете. Со студентами он проработал до 93-х лет. Был автором многочисленных произведений художественной литературы и книг по журналистике. Прощание с Иваном Яковлевичем Стенюшевым состоится 16 февраля до 14 часов в Чебоксарах по адресу. Улица Привокзальная, дом 8, квартира 24. Чувашский национальный музей празднует свой 95-й день рождения. За свою долгую историю коллекции музея не раз сменялись. Что-то уничтожило время и среда, что-то политический режим и смена поколений. Сейчас в фонде старейшего музея свыше 200 тысяч экспонатов, и он ежегодно пополняется. Еще терколог Николай Ашмарин, посетив музей в 1923 году, отметил, что это учреждение, которое, несомненно, должно служить всестороннему освещению прошлого и настоящего автономной области. На протяжении 95 лет руководству музея приходилось не раз доказывать, что история неотделима от настоящего. Пройдет какое-то время, и наши дети, наши внуки будут по этим вещам, по этим предметам оценивать, как мы жили, о чем думали, какие чаяния, что нас волновало, что нас беспокоило, что нас радовало. За прошедший год Национальный музей подготовил свыше 90 выставок, на которых побывало более 150 тысяч человек. Век вот такой информации, которую потрогать руками нельзя, музейные предметы, которые составляют основу, сердце любого музея, они начинают играть гораздо большую роль. Информацию можно найти везде, в интернет-зале, если, конечно, ее уметь искать, но музейный предмет, он несет ощущения, он несет чувства. В честь юбилейной даты состоялась акция под названием «Подарок музею». В итоге фонд пополнился на тысячу новых экспонатов. В их числе коллекция уже ставших историей предметов и памятных вещей от ветеранов войны в Афганистане. Яркие костюмы, зажигательная музыка и неподдельная эмоция. В столице Чувашии прошел первый открытый кубок главы республики – танцевальный фейерверк. Ресница подлиннее, каблук поустойчивей. До выхода на паркет считанные секунды. Поддержка тренера и сдержанная улыбка мамы, выглядывающие из толпы, сейчас очень кстати. Возраст участников – 10-20 лет. На танцевальный паркет все пришли разными путями. Кто-то пошел по стопам родителей, кто-то оказался там случайно. Я до этого ходила на гимнастику, и на гимнастике мне было, ну не хватало музыки, как-то знаете, по симпластике. У меня был выбор либо на хип-хопнике, либо на латиноамериканский танец, который мы сейчас танцуем. Я выбрала этот вид спорта, потому что он более танцевальный, он более музыкальный. Я тоже сначала пошла на гимнастику, и мне показалось, что там очень как бы слишком строго. А потом мама меня спросила, выбирай, либо ты останешься на гимнастике, либо ты пойдешь на танцы. Я решила выбрать, попробовать танцы. Шесть регионов, 11 городов России и 506 танцевальных парк. Важность и масштаб соревнований трудно переоценить. Поддержать участников приехала и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Это, конечно, особый вид спорта, потому что не каждый это может. Родители делают все для того, чтобы их дети могли радоваться, танцевать, быть успешными, достойными. Я сейчас посмотрел, как красиво танцуют. Они сегодня с утра танцуют целый день. Вот я сейчас награждал, я говорю, не устали. Говорят, нет, мы готовы еще танцевать. Свой счастливый порядковый номер, любимая мягкая игрушка или обувь-талисман на победу есть почти у каждого участника. Свою роль сыграли и родные стены. Пары из Чувашии завоевали семь золотых медалей. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Преспублика. Сбербанк говорит спасибо всем клиентам, которые оплачивают свои коммунальные услуги с помощью автоплатеж ЖКХ. Как можно получить тысячи подарочных бонусов, расскажет Юлия Важенина. И еще информация. Сегодня, 15 февраля, в прокат вышел фильм «Ветки», о его создании режиссер Владимир Синяев рассказал в программе «По существу». Эти материалы смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Очереди, ограниченное время, технические проблемы и поиски наличных остались в прошлом. Благодаря сервису Сбербанка «Автоплатеж» оплачивать услуги ЖКХ можно, не выходя из дома. Этим уже активно пользуется большое количество абонентов. В 2015 году платежей, которые население провело через услугу «Автоплатеж ЖКХ», объем составил порядка 300 миллионов рублей. То есть это уже достаточно серьезные цифры. И если мы говорим об общем объеме оплаты ЖКХ в 2015 году, то это, соответственно, порядка чуть больше трех миллиардов. То есть, соответственно, это уже существенная доля. И наши клиенты действительно оценили услугу. И если мы говорим о количестве подключений, то только за 2015 год это почти 100 тысяч клиентов. Оплачивать услуги ЖКХ с помощью личного кабинета Сбербанка онлайн совсем несложно. Для этого необходимо зайти в личный кабинет, перейти во вкладку «Платежи», нажать строку ЖКХ и выбрать нужную категорию «Кварплаты», «Электроэнергия», «Водоснабжение», «Газ» или другие. При вводе лицевого счета необходимая сумма оплаты появляется автоматически. Все операции сохраняются так, что нет никакой необходимости в чеках. История платежей хранится три года, и их можно найти по поиску. А если вы однажды воспользовались этой услугой, можно повторять платеж, уже не вводя реквизиты. Также в Сбербанк онлайн можно подключить автоплатеж. Для этого нужно выбрать дату списания и сумму, которая будет сниматься за услуги ЖКХ ежемесячно. У услуги автоплатеж за коммуналку есть еще один плюс. Сбербанк говорит спасибо бонусами всем пользователям акции. Для тех, кто подключает заново новые наши клиенты, услуги автоплатеж за жилищно-коммунальные услуги и совершает операцию с помощью автоплатежа в этот период на сумму не менее 500 рублей, соответственно, он может получить 1000 рублей, 1000 бонусов спасибо. Значит, таких призов 500. При этом вы все равно делаете то же самое, что и делали, но при этом экономите время, при этом дополнительно не тратите какие-то деньги сверх того, что вы и так должны заплатить за квартплату. И в то же время получаете возможность попробовать сервис, сэкономить свое время и иметь возможность получить 1000 бонусов спасибо на ваш бонусный счет. После подключения услуги автоплатеж ЖКХ не придется думать об оплате коммунальных услуг. Необходимая сумма в определенный день будет списываться с вашей карты. При этом за день придет смс-сообщение от банка, с помощью которого операцию можно будет подтвердить либо отменить. Теперь выбор удобного способа оплаты за услуги ЖКХ за вами. Продолжение следует...